Приветствую вас. В первую очередь обращаю ваше внимание на то, что вы задаете свой вопрос в раздел «Эзотерика», ой, то есть, простите, в раздел «Психология». Если вам нужно предсказание, то, соответственно, обратитесь в раздел «Эзотерика», вот, там вам помогут специалисты в своей области. С точки зрения психологии, у вас, значит, травма, которая является развод, и первое, что сейчас нужно сделать, это вам как следует выговориться, это вам как следует весь свой негатив выплеснуть и найти самые-самые-самые больные точки этого негатива. То есть, вот самые больные точки негатива, какие у вас есть, самые больные точки. Чем, по какой причине вы так, значит, тяжело переживаете развод, значит, ну, с твоим мужчиной. Чем, чем этот мужчина был для вас дорог, если был, вот. В чем конкретно вы нуждаетесь в нем, или нуждались, или нуждаетесь в нем. Откуда такая потребность в этом человеке для вас? Все вот эти вот аспекты необходимо разобрать, и это можно делать только в процессе индивидуальной работы, в процессе беседы, вот. И ни в коем случае не вот каким-то таким одним способом, который бы мог вам помочь очистить свои мысли. Потому что очистить свои мысли, значит, их подавить, а не понять, прочувствовать их, подкорректировать свое поведение так, чтобы они не приносили вам какой-то негатив. То есть сейчас то, что вы делаете, да, вы избегаете проблемы. Это не является чем-то хорошим и позитивным для вас. Избегание проблемы. Значит, пока что я рекомендую вам получать новые впечатления. То есть я рекомендую вам проводить время с друзьями, как можно больше выбираться куда-то, получать новые впечатления. Знакомиться с мужчинами другими, чтобы чувствовать себя женщиной именно, вот. Чтобы чувствовать себя желанной, чтобы чувствовать себя нужной и так далее. Вот это то, что вы можете сделать пока что на данный момент с учетом того, что с вами происходит. Ну а, значит, вот вы говорите, что у вас стресс, соответственно, нужно искать причины стресса. У вас сопрати, опрати – это подавление, соответственно, нужно смотреть на источники, на источники этого подавления. И уже исходя из этого, можно будет вам что-то рекомендовать, да, то есть давать какие-то рекомендации. Соответственно, если вы не можете сосредоточиться, как вы говорите, да, там, ну, на работе, да, и так далее, значит, вас что-то отвлекает. И вот отвлечение, отвлечение, оно на самом деле редко, когда бывает просто так. То есть, если отвлечение есть, оно имеет свои причины, вот. И я думаю, что эти причины вам также нужно разбирать, чтобы это не было просто стрессом и апатией, вот. В этом психолог, конечно, может помочь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.